Религия от Аллаха Всевышнего Религия от Аллаха Всевышнего Распространилось Вот вчера были эти смс Распространились смс Что как будто бы кто-то Во сне увидел пророка Мухаммада И он сказал Открой суру Бакара Там найдешь мою ресницу Возьми эту ресницу, скипяти И пей, это будет лекарством от коронавируса Этот первый вопрос Это ложь Нельзя верить таким вещам Нельзя распространять дальше Это тоже Почему? Пророк Мухаммад Он во сне может присниться Если он приснился кому-то во сне Это милость от Аллаха Всевышнего Это подарок от Аллаха Всевышнего Он сам на самом деле Если пророка Мухаммада Кто-то видит во сне То он увидел именно его самого Пророка Мухаммада Потому что Шайтан не может в облике пророка Проходить кому-то во сне А в облике других родителей наших Бабушек, дедушек Может прийти И потом Сон Это незаконно для нас Пророк Мухаммад То, что он при жизни сказал Вот это для нас законы И он при жизни Полностью все донес до нас От Аллаха Всевышнего Полностью донес Не оставил ничего И не может быть такого Чтобы он кому-то во сне Пришел сегодня И сказал Вот проблема Короче Вот этого коронавируса Это вот Вот эта ресница А на что вообще Вот эти те Которые обманывают На что они делают ставку Они делают ставку На то, что Сура Бакара Она длинная сура Там 20-25 страниц Минимум И если Коран Вы читаете дома Если дома родители Ваши бабушки Дедушка Коран читают То Большое вероятие Большое вероятие Что Ресница может упасть 25 страниц все-таки Или волосинка Какая-нибудь Может упасть В эти страницы И любой Кто открывает Некоторые То есть не все Некоторые Кто открывает Говорит О, вот я тоже нашел Это правда Нет, это не правда Это просто Естественно Ты открываешь книги Там можно Любой книге Можешь найти ресницу Или волосин какую-нибудь Но пророк Мухаммад Не может быть такого Чтобы он При жизни нам Не рассказал То, что нам нужно В жизни И кому-то Во сне пришел И говорит Что вот это правда Нет, это ложь Это неправда Нельзя такие вещи Распространять И отправлять дальше И верить тоже нельзя Это первое Второе Раньше Вот когда мы были Маленькими еще Приходили Вы тоже знаете Письма Приходили Вот это письмо Короче нужно От какого-то шейха В Сауде пришло Он во сне увидел Такое-то Такое-то Теперь нужно это письмо Написать Потом появилась Ксерокопия Легче стало Ксерокопию Глупыми Глупыми Суеверными И просто идти на поводу Каких-то людей Которые отправляют СМС Запугивают Не отправишь Плохо будет Отправь обязательно Жить нужно Реальной жизнью Жить нужно Вот законами Аллаха Всевышнего Мусульмане Они не глупые И ислам Это не просто Какие-то Истории Рассказы Или сказки Это законы От Создателя Всемогущего Который знает Нас Что нам нужно Что нам не нужно Что нам хорошо Что нам плохо Это законы От нашего Создателя Это второе Третье То, что Происходит у нас В жизни Болезни Проблемы Катастрофы Смерть Это все Естественно Эта жизнь Она сама такая Устроена так Чтобы испытать людей Люди будут плакать Болеть Улыбаться Смеяться Радоваться Горевать будут Войны будут Эпидемии будут Болезни будут Это естественно Пророк Мухаммад Салаллаху В своих хадисах Даже говорил Что Большинство Людей Моей общины Они умрут От эпидемий И от воин Воинов То есть Когда проходит Какая-то эпидемия Это тоже От Аллаха Всевышнего Раньше Раньше Вы помните В фильмах Всяких Показывали Когда раньше Еще люди И до сих пор Есть такие Сатанисты Шаманисты И тому подобное Которые Когда приходила Какая-нибудь Эпидемия Чума Что они говорили Они говорили О это Злые духи Принесли Эту чуму Нужно Что-то Зарезать Там Травки Покипятить Короче Им что-то Сделать И чтобы Эта чума Ушла Вот так Они верили Вот то Что Ресницу Пророка Салаллаху Алейхи Ассалам Тоже Скипяти Потом Выпей Это тоже Похоже на это Похоже на это Такого нет Как колдовство В фильмах Всяких Фантастиках Такого нет У нас Шариате У нас Шариате Все Четко Реально С фактами Разумом Все Логически И все Правильно Альхамдулиллах Что Аллах Всего Силучи Нас Сделал Мусульманами В такие вещи Верить Нельзя И Когда Приходят Эти эпидемии Об этих Эпидемиях Нам пророк Мухаммад Салаллаху Алейхи Ассалам 1400 лет Тому назад Сказал Почему Вообще Приходит Из-за чего Это приходит Что Нам нужно Делать Если Вдруг Пришла Эпидемия Во-первых Все Это От Аллаха Все Это От Аллаха До пророка Мухаммада Салаллаху Алейхи Ассалам Тоже Были Эпидемии Тоже Были Эпидемии После пророка Мухаммада Салаллаху Алейхи Ассалам Тоже Были Вспышки Эпидемии Всяких Болезней Мы же Слышали Титчегрипп Лихорадки Всякие Сфинной Грипп И тому подобное И много еще Которых Мы Не знаем Существует Такие Эпидемии В свое время Когда Мусульмане Услышали 1400 лет тому Назад О понятии Карантина Знаете Что такое Карантин Что такое Карантин Изоляция От какого Слова Произошло Слово Карантин От итальянского Слова В интернете Посмотрите Это итальянское Слово Кваранто Кто на итальянском Разговаривает Как будет 40 по итальянски Кваранто Примерно Так Пишется Там Кваранто Это 40 Означает И вот Слово Карантин От итальянского Слова Произошло Потому что Итальянцы Они первые Кто Начали Практиковать Карантин Именно На 40 дней Они закрывали Изолировали Людей или человека, который заболел какой-нибудь опасной болезнью, которая заразная. И на 40 дней они оставляли. 40 дней, 40 начали, то есть 40 суток. И вот это слово «кваранта» оттуда пришло и карантином до нас дошло. Карантин – это когда изолируют больного человека или больных, или же это больное место. 40. Это в 18 веке. Они начали в практику вводить вот этот карантин. А у нас этот карантин был еще в 6 веке. 1400 лет тому назад об этом карантине нам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал, он не знал, он не был врачом, он не был ученым, он не знал, что вирусы существуют. Все, что он говорит, от создателя вот этих вирусов и от создателя всего того, что мы видим, и всего того, что мы не видим. Аллах Всевышний клянется, клянется и говорит, клянусь теми вещами, которые вы видите, и то, что вы не видите, Аллах клянется и говорит, клянусь теми вещами, которые вы видите, и теми, которые вы не видите. Вещи есть, которые мы видим, и вещи есть, которые не видим. И то, что не видим, это тоже такая же истина, как те вещи, которые мы видим. Видим мы друг друга, это истина, это есть. Есть вещи, которые мы не видим, но это такая же истина, как это есть, как мы видим друг друга, такая же истина. Разницы нет. Точно так же нужно твердо верить, что это есть, о чем нам сказал наш Создатель, невидимые вещи. Верить нужно, как будто мы эти вещи видим. Аллах Всевышний говорит, что ваш риск на небесах, ваш риск у Аллаха Всевышнего, ваш риск, удел наш, пропитание, привязанно к нам. Верить нужно, как будто мы видим это. Если мы видели, мы видим, что у нас есть в карман деньги, мы верим, что у меня есть запас, есть. Насчет нашего риска Аллах Всевышний говорит, что он есть, он привязан к нам. И мы должны так же верить, как будто мы видим этот свой риск, спокойно надеяться, что риск у Аллаха Всевышнего, мне приказано двигаться, работать, не лентяйничать, стараться, собирать халялям чистым. И вот вирусы это подразделение, такое же, как и ангелы. Ангелов мы не видим, они есть. Рай, ад мы не видим, они есть. Верить нужно, как будто ты видишь, без сомнений, грамм не надо сомневаться. Так же вирусы, мы их не видим, но они есть. Потом люди, когда придумали микроскоп, Аллах Всевышний открывает, открывает им, нам, людям, и мы потом начинаем видеть уже мелкие вещи, которые вообще невидимые. Аллах Всевышний говорит, что каждую вещь создал попарно, Аллах Всевышний говорит. Потом, когда мы изобрели микроскоп, мы увидели, что, оказывается, самая маленькая молекула тоже делится. Маленькая пылинка тоже делится. А думаем, что это одна все эти вещи. Аллах Всевышний 1400 лет тому назад сказал, что каждую вещь Аллах создал попарно. И мы думаем, что эта пылинка, она одна. Нет, оказывается, она делится. Потом то, что поделится, мы думаем, что это все одно. Нет, оно тоже дальше будет делиться. Все попарно. Мы не сможем постичь его могущество, его знания. Все у нас ограничено. Мысли, разум ограничены. Зрение ограничено. За стеной мы ничего не видим. Слух ограничен. Мы не слышим, как муравьи шагают, разговаривают. Разум тоже ограничен. Мы не сможем понять сущность Аллаха Всевышнего. Как будет в раю вечная жизнь, тоже мы не сможем. Вот эта голова у нас ограничена, разум ограничен. Просто видим же могущество Аллаха Всевышнего. Посмотрите на самих себя, вы поверите, что у вас есть Создатель. И вот эти вирусы, это из категории невидимых вещей, но они есть. Теперь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что он говорит 1400 лет тому назад? Он не ученый, он не биолог, он не иммунолог. Он пророк от Создателя миров. Мир вирусов. Создатель этого вируса Аллах Всевышний. Что говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Он говорит, если вы услышали, что где-то вспышка какой-то болезни, лихорадки, чумы, вспышка где-то, где-то произошла вспышка. Много людей начали болеть, заболевать. Услышали, что где-то чума, то не отправляйтесь туда. Не идите туда, говорит. Вот вам карантин. А если это произошло там, где вы живете, там, где вы находитесь, вспышка чумы, то не уходите с этого места, не оставляйте это место. Теперь логически посмотрите, логически подумайте. Если вспышка чумы у нас происходит, люди умирают. Этот умер, этот умер, заразился, умер, заразился, умер, заразился, умер. Страх, паника появляется у человека. И логически этот человек должен что сделать? Он должен, пока я не заболел, нужно быстро убегать оттуда. Так ведь? Логически вот так будет представлять. Все болеют, заболевают, умирают. Эта вспышка пошла. Это не остановите уже. Нужно убегать отсюда. Это логически. А что говорит нам пророк, саллаллаху алейхи ассалям? То, что он говорит, это самая логическая вещь. Просто мы не знаем, а Аллах Всевышний знает. Он нам говорит, если вспышка эпидемии какой-то пошла в вашем месте, где вы живете, то не оставляйте это место, говорит. Почему не оставляйте? А потому что Аллах Всевышний его заставляет говорить. Все, что он говорит, Аллах Всевышний говорит, он не говорит от своей души, он не говорит от себя. Все, что он говорит, это откровение от Создателя, от Аллаха Всевышнего. И он не свое знание говорит, чтобы не уходили с места, где вспышка эпидемии. Он от Создателя этой эпидемии говорит, от Создателя этих вирусов говорит. То есть в то время, получается, уже было дано знание, что есть вирусы, есть такие болезни, которые быстро передаются, и заразные. И нужно что сделать? Нужно просто сделать карантин. Карантин из итальянского слова 40 дней. Они в 18 веке только начали это использовать. И ввели как бы в практику. 1400 лет тому назад пророк, саллаллаху алейхи ассалям, вот это он как раз и ввел. Ввел, что это место покидать нельзя. Заболел, ждешь, заразишься, заразишься, все по воле Аллаха Всевышнего. Но это место не оставляй, не уходи, чтобы другие города или другие страны заразить. Нельзя это, это грех получается. Еще говорит пророк, саллаллаху алейхи ассалям, тот человек, который умирает от эпидемии, он шахид, говорит. Он как мученик на пути Аллаха умирает. Если человек в бою убегает с поля боя, то как у нас называют? Дезертир, да? Дезертир? Это в шариате запрещается, это грех. С поля боя, если убегает, это большой грех. И приравнил пророк, саллаллаху алейхи ассалям, если человек в какой-то эпидемиологической зоне, где болезнь, вспышка болезни, эпидемия, если он оттуда убегает, чтобы себя спасти, он такой же дезертир, то есть грех берет на себя. Если он остается там, он слушается пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ассалям, и прислушается закону Аллаха Всевышнего. Если он вдруг умрет от этой эпидемии, он шахид. Пророк, саллаллаху алейхи ассалям, говорил, Мат'уну, тот, который умирает от эпидемии, он тоже шахид. Он тоже получает награды, как будто бы он умер на поле боя шахидом. Вот она наша религия. Вот он карантин. То есть человек, он не должен думать только о себе. Должен думать и об обществе. А чтобы правильно и о себе думать, и правильно об обществе думать, и переживать, то ему нужно обратиться к закону Аллаха Всевышнего, прислушаться, почитать, что Аллах ему сказал. Как вообще нужно жить? Мы сами себя не создавали, мы не знаем, что для нас нужно. Аллах Всевышний нас создал, Он нам создал такую мощную армию в нас внутри, которая называется иммунитет. Аллах создал этот иммунитет. И он постоянно работает. Сколько вирусов летает, сколько вдыхаем, глотаем, сколько вирусов. Иммунитет, который Аллах создал, работает, постоянно работает. И сунна пророка, саллаллаху алейкум ассалям, наша религия, она призывает нас, чтобы мы берегли свое здоровье. Берегли здоровье других людей. Запрещается вредить себе, запрещается вредить другому человеку. Погубишь своих детей, что ты их не кормишь хорошо, не лечишь, грех тебе будет. Сам себя погубишь, тебе такой же грех будет. Как будто ты кого-то у другого убил. Ты себя убил. Грех будет такой же, как будто ты другого убил. Запрещается себя губить тоже. Чтобы не заболеть, наши ученые, что нам они предлагают сейчас на сегодняшний день от этого коронавируса? Некоторые ученые говорят, что это не страшно. Эта эпидемия, она как бы... То, что я прочитал, в 12-м году еще была эта эпидемия. В 12-м году. Ну, там мало было заражений. Сегодня, может быть, много заражений, больше и смертей больше. Но в том году, тогда еще говорили, что те, которые заразились, некоторые из них выздоровели. Некоторые умерли. Те, которые умерли, в основном, это сами пожилые люди или те, кто уже болел дыхательными путями. То есть, у них уже были болезни легких. Этот коронавирус, он в легкие попадает, так говорят. Если в легкие не попал, то все нормально. Если в рот попал, полость рта. Сполоснешь, выплюнишь, они уходят. Потом говорится, что вирусы, они такие тяжелые, они на землю падают. То есть, просто воздушным путем не передается. И потом, у нас теперь возвращаемся к нашей религии. Что у нас говорится в религии, чтобы сохранить? То, что врачи сперва, то, что нам сегодня советуют, то, что мы должны делать, это естественно. Руки мыть перед едой. Горячую воду пить потеплее, потому что этот вирус, оказывается, или 24 градуса, или 27 градусов, и он выше, если температура, то он умирает. Здоровую пищу есть, чтобы иммунитет был покрепче. Потому что иммунитет, если нормальный, то он побороет этот вирус, и этот вирус, он исчезнет, умрет. По воле Аллаха, все это по воле Аллаха, все это Аллах создал. Потом, не нужно думать, что, вот если вот это будут делать, все, я не заболею. Или я заболел, потому что я ничего не делал. Нет, все, что в нашей жизни происходит, четкое, мудрое управление Аллаха Всевышнего, все по воле Аллаха происходит. Хорошие люди тоже болели, пророки тоже болели, хорошие люди тоже умирали, пророки тоже умирали. Эпидемия постигала хороших людей тоже, и плохих людей тоже. Знаете же, Аюб, алейхиссалям, 18 лет он примерно болел, 18 лет болел, 18 лет, кто из нас болел так? И эта болезнь, она тоже очень была страшная, очень тяжелая. Люди его бросили, он вышел туда за город, чтобы жить один. Почему? Потому что люди болялись, не хотели к нему подходить даже. Только жена к нему подходила и помогала. В 18 лет он болел, самый лучший человек, то есть из людей самые лучшие пророки, они тоже болели. Первый вопрос теперь вот в отношении болезней. Болезни, это приходят от Аллаха Всевышнего. Однажды пророк, салаллаху алейхиссалям, увидел, что Айша ради Аллаха заболела, и он спросил, о, Айша, что с тобой? Она говорит, лихорадка, то есть температура. Он говорит, лихорадка, она говорит, лихорадка, и говорит, ля баракаллах, фига. Она говорит, лихорадка, пусть Аллах не благословит это. То есть нехорошая желает этой лихорадки. Мы что говорим, когда болеем? Будь проклятой, это болезнь. Вот так говорят люди. Слышали такое? То, что им не нравится, сразу начинают проклинать. Это плохо. Пророк, салаллаху алейхиссалям, говорит, нельзя говорить, не проклинай, не говори плохо об этом, об этой болезни, о лихорадке, о температуре. Почему? Он говорит, потому что эта лихорадка, она стирает или же сжигает грехи, как огонь сжигает древесину, дерево. Когда человек болеет, у него поднимается температура, во-первых, грехи смываются. Потому что пророк, салаллаху алейхиссалям, говорит, мусульманин в любой ситуации получает награды. В любой ситуации, кто верит в Аллаха Всевышнего, он в любом случае в плюсе. В любой ситуации он получает награды. Даже если он уколется колючкой, он получает награды. Ударился, получил награды. Аль-хамдулля, всегда говорите. Аль-хамдулля. Заболел, что-то произошло. Аль-хамдулля, надо говорить, радоваться. Знаете почему? Почему? Можно порадоваться вот таким образом, как мысли праведные первые. Аль-Хамду-Лля, что не хуже этой болезни, а так могло быть и хуже. Вот, скажем, летит камень в вас, да? Летит камень, вы видите, что он вот сюда летит к вам? Прямо в глаз летит. Вы чуть-чуть увернулись, он чирком ударился и ушел. Что вы скажете? Вы скажете, аль-Хамду-Лля, скажете, правильно? А так он мог бы и вот сюда тоже попасть? И любая болезнь, любое, что с нами произошло, аль-Хамду-Лля, потому что хуже тоже могло произойти. Это уже не от нас, а от Аллаха Всевышнего. Все, что с нами, не только болезни, любые ситуации, любые тяжести, любые трудности в жизни, на все, аль-Хамду-Лля, потому что все от Аллаха Всевышнего. Кто мы такие? Мы немощные творения Аллаха Всевышнего, очень слабые. Начало наше – это маленький сперматозоид, жидкость, презренная жидкость. В конце кто мы такие? Мы – вонющее тело, которое разлагается. Никто не хочет, через день уже не хочет рядом с нами находиться, быстрее захоронить много человека. А между этим и этим состоянием мы ходим, и внутри себя много-много грязи, мягко говоря, мы не носим себе. И мы слабые. Каждую секунду мы зависим от Аллаха Всевышнего. Очень слабые. Мы не железо. Железо удалишь, он нормально выровняешь, дальше идет. А ударься об железо, рука сломается. Или может человек умереть. Не то, что железо, достаточно маленького вируса, маленький вирус, и человек умирает. Мы очень слабые. И все, что с нами происходит, все поваля Аллаху. Аллах сохранил, аль-Хамду-Лля. Если Он не сохранит, тебя никто не спасет. От маленького вируса, от маленькой птички, от крошки хлеба даже можешь умереть, если Аллах не сохранил. А теперь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он нам говорит. Это, во-первых, чтобы карантин был. Где-то болезнь, вспышка, не выходите с этого места, не уходите. Умар-бал-Хаттаб, он в практике это делал. Первый мусульман, все, они сразу в практику вводили. Проходит в походе, услышал, что там, оказывается, эпидемия, болезни. Что делать? Советуются. Сподвижников зовет, советуются. Что делать? Заходим в этот город или уходим? Одни говорят, заходим. Столько пришли уже. Другие говорят, нет, уходим. Один сподвижник говорит, я слышал, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если вы услышали, что где-то вспышка эпидемии, то не отправляйтесь туда. Все, конечное решение. Он сказал, мы уходим. Некоторые сказали, о, Умар, убегаешь что ли от предопределения Аллаха? Если предопределено тебе заболеть, ты заболеешь как бы. В смысле что? Зачем бояться? Вперед нужно идти. Заболеешь, заболеешь, все по воле Аллаха. Он говорит, я убегаю от предопределения Аллаха к предопределению Аллаха. То есть пророк, саллаллаху, алейхи вассалям, тебе ясно рассказал, где вспышка болезни, эпидемия, не иди туда, не отправляйся. Все, туда иди, где предопределение тебе ничья, другое ждет, хорошее. Или сам заболел, не уходи с этого города, чтобы других не заразить. Это же, это уже с Абдуллахи ибн Морваном, другим халифом было. Заболели эпидемия, он хочет уйти с этого города. Молодого мусульмана берет своего мальчика и говорит, давай, что-нибудь расскажи в древне, чтобы нам было в пути чуть-чуть не скучно. Он ему рассказывает хадис пророка, саллаллаху, алейхи вассалям, где пророк, саллаллаху, алейхи вассалям, сказал, если эпидемия вспыхнула в вашей местности, где вы живете, то не оставляйте это место, не уходите. И что? Он говорит, мы остаемся. И остался. Сунна пророка, саллаллаху, алейхи вассалям, если следовать и жить по законам Аллаха Всевышнего, большое внимание уделяется нашему здоровью. Согласитесь? Сами подумайте, представьте. В день мы берем пять раз тахарат. Вот этот вирус, он водой смывается. Пять раз тахарат берем. И не только руки. Вот отсюда мы моем. Лицо моем. Рот три раза. Нос три раза полоскаем. Волосы протираем. И мы моем только не только руки. Не только чем мы питаемся. И не только перед едой. У нас культура, наивысшая культура. Мы ноги свои моем даже. Пять раз мы ноги моем, чтобы вирусы, если вдруг есть, домой не заходили. Это наивысшая культура. Наивысшая чистота. Это религия от Аллаха Всевышнего, которая гарантирует нам приятную жизнь на земле и в следующей жизни. Вот она здоровая. Где заложено, в этих поклонениях заложено добро. Добро этого мира и ахратов. Во всех поклонениях, во всех ритуалах, во всех мелких даже вещей, которые мы думаем, что... А это ведь мелочь же. Это же все просто этика. Это ведь просто этика. То есть это не обязательно. Это просто желательно. Даже в этих желательных вещах есть благо. Пророк, саллаллаху алейхи ассалям, учит нас и говорит. Если кто-то утром поест, кто-то уже иммунитет. Как укреплять иммунитет свой? Если кто-то утром поест семь фиников аджва, то не навредит ему сегодня, в этот день, ни колдовство, ни яд, говорит. И ученые, они пришли к тому, что если у кого-то нет аджвы, то этот хадис распространяется и на другие виды фиников. По семь фиников ешьте каждый день. Иммунитет будет крепким. Любой вирус, который пройдет, по воле Аллаха Всевышнего. Если Аллах не предписал нам заболеть этим, то мы выздоравливаем, иншаллах. И даже когда болеем, аль-хамдля, говорите, в этом благо тоже есть. Один старый человек заболел. Пророк, саллаллаху алейхи ассалям, к нему приходит, говорит. Он говорит, очищение, иншаллах, очистився, выздоровеешь, иншаллах. Этот старый человек нервный. Говорит, какой тахурун? Какое еще очищение? Это болезнь. Болезнь, которая пришла вот к такому старику, как я, и этот заведет в могилу меня. Что говорит пророк, саллаллаху алейхи ассалям? Он говорит, наам, изан. Ну тогда хорошо, так и будет. То есть так и есть. И он потом умирает. Когда человек болеет, когда температура поднимается, ученые доказали, что некоторые виды вирусов умирают, когда температура поднимается. То, что температура поднимается, это благо. Мы ведь знаем, говорят нам, 38 градусов поднимается температура, не надо сбивать ее. Дальше туда идет, если, вот тогда только сбивайте. Почему? Это естественно, Аллах так сделал, наш организм, вот этот иммунитет, он так работает. Температура, она должна подняться. Почему? Потому что там война идет. Вирусы, они их убивают, уничтожают. Что внутренняя наша система, иммунная система вот эта? Это суперсистема. Мы не понимаем даже, как она работает. Примерно думаем, что вот так, вот так надо это делать. Да. Аллах нам создал еду, воду. Правильно питаться нужно, чтобы иммунитет был крепче. Все, что нам сказал пророк, как питаться. Аллах Всевышний нам в Хуране сказал, чем питаться. Все это для того, чтобы у нас нормальная жизнь была. Здоровыми были. Чтобы нация мусульманская здоровая была. Чтобы люди были здоровыми. Чисто ешьте. Заработок чистый. И чтобы сама еда была чистой. Сколько нужно есть, чтобы не мучить свой организм. Чтобы иммунитет мог бороться. Сколько нужно есть? Нужно по чуть-чуть есть. То есть норму есть. Вот Аллах Всевышний нам дал две руки, две ладони. Вот наполни свою ладонь и съешь это. Вот столько и съешь. Потому что у нас желудок вот такой. Вот две ладони. Это пропорция такая. Чудо. Наше творение полностью чудо. Вот сколько у каждого ладонь. Вот такое у него и желудок. Вот столько и примерно отмерьте и съедайте. Больше съедать. Это уже мы напрягаем наш организм. Грубо говоря. Наш организм он уже в режиме. Не экономичном, а в трудном режиме работает. Начинает бороться. Мы ему кидаем, кидаем. Он все борется, борется. Аль-Хамду Аллах создал уникальный организм. Что перебаривает это все. И дает, аль-Хамду Аллах Всевышний нам дальше жить. Но потом уже ресурс заканчивается. Иммунитет слабеет. И начинает. Этот орган заболел. Тот орган заболел. Это мудро. Все это из-за нас самих. Все по воле Аллаха Всевышнего. Во всем есть мудрость Аллаха Всевышнего. И говорит пророк Салаллах Алейхи Ассалям. В дуа. Он говорит. Утром говорите. Утром говорите. По три раза. И вечером по три раза. Одному сподвижнику говорит. Говори, говорит ему. Он говорит, а что мне сказать? Он говорит, говори. Он говорит, что мне сказать? Он говорит, говори. Скажи. скажи скажи по три раза утром и вечером этого тебе будет достаточно чтобы Аллах тебя сохранил от всего этот суннат пророка Мухаммада почитайте смысл ихваса, фаляка, наса посмотрите что там заложено что мы просим Аллаха Всевышнего в этих аятах в этих дуа пусть Аллах Всевышний сохранит нам наше здоровье пусть Аллах Всевышний даст нам насладиться нашим здоровьем насладиться нашим зрением насладиться нашим слухом насладиться нашим телом Аллаху Амин это дуа пророка Мухаммада он каждый день это просил утром просил, вечером просил вы просите? Аллах, дай нам насладиться сегодня зрением моим просили сегодня? просили сегодня, Аллах, дай мне насладиться слухом своим Аллах, дай мне насладиться телом своим. Аллах, дай мне благополучие, здравие слуху, здравие зрению, здравие моему телу. Просили сегодня? Все трудности, все тяжести из-за нас самих, проблемы из-за нас самих, несчастья из-за нас самих. Аллах сегодня мудрый, щедрый, добрый, милостивый, милосердный. Нужно слушаться, нужно прислушиваться. Нужно каждые даже незначительные вещи, которые у нас в религии есть, их использовать в практике. Еще одна из важных вещей, чтобы мы были помилованы Аллахом, чтобы Аллах сохранил нас от бед, от таких эпидемий, от проблем, это чтобы мы друг друга жалели. Чтобы мы друг друга жалели. Когда сильный не жалеет слабого, есть всемогущий, самый сильный. И этот сильный, который не жалеет слабого, будет обращаться, о, Аллах, помилуй меня. Закрываются двери ему. Аллах не помилует его. Потому что он сам не милует, сам не жалеет слабых. Как сказал пророк, саллаллах, алейхи вассалям, Аллах, он милосердный, и он милует тех, кто милосерден к его творениям.